МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Светлана Михайловна. Расскажите, какие цели ставит перед собой ваша организация? Целей очень много у этой организации. Уже само название говорит само за себя. Но изначально, я считаю, что ожерелье Арктики, оно призвано потенциал вытащить, тот, который, в общем-то, ещё не на поверхности. Вытащить потенциал каждого человека на поверхность. То есть чтобы человек себя реализовывал. И прежде всего, конечно же, добрососедские отношения. Вот ожерелье Арктики мы открыли на Рыбников 6а. Там у нас большие дома, семиэтажные. Там очень много людей. Причём разные конфессии, разные национальности. И мы так подумали и решили, что неплохо было бы нам вот так вот, как с соседем добрым, встречаться, делиться своей культурой, своими какими-то обрядовыми, какими-то интересными праздниками. То есть это всё, опять же, полезно. И детям посмотреть, своим же собственным внукам, детям, которых надо воспитывать вот именно на добре, на красоте вот этой народной, скажем так, абсолютно аутентичной, а не надуманной какой-то там, которую нам вот иногда показывают. То есть вот кто-то что-то там собрал. А тут вот просто, чтобы вот та же бабушка вспомнила какие-то свои песни из детства и показала всем, а не только там, может быть, внукам своим. А что была инициатива создания организации? Ну, конечно же, моя. Во-первых, у меня семья сама по себе, она многонациональная. И как бы я уже в этом ворюсь давно, много лет, и, можно сказать, с рождения. Поэтому мне это как бы очень даже и легко было сделать, поскольку жизнь трактует. И потом, если вот сейчас вот мы говорим о мире, о дружбе, ну вот как вот без добрососедства? Как вот не понять друг друга? А вот пока мы общаемся, когда мы смотрим друг на друга, когда мы показываем то доброе, которое в нас внутри есть, мы начинаем понимать друг друга лучше. И барьеры вот эти языковые, и культура, она практически у всех народов идентично. Даже сказки, они перемежаются. Ну, с какими-то небольшими там, скажем, вкраплениями народностей. А на самом деле всё вот идёт испокон веку, и всё это понятно, и всё это родное. И воспринимаешь культуру татар также, и воспринимаешь культуру любой народности. Удмурты, они очень близки, допустим, нам, Коми. Вот. И поэтому нет проблем вот в общении. И я думаю, что не надо отсиживаться, надо вот именно выходить, вот реализовывать себя. Ведь что такое человек, не реализовавший себя? Это, в общем-то, трагедия для человека. Вот он сидит и не знает, куда себя деть. А, пожалуйста, вот есть такое сейчас ожерелье Арктики, куда можно прийти? И к нам приходят сами. Есть, которых мы приглашаем, а есть, которые идут просто так, идут поделиться. Что-то услышали, что-то увидели. Можно мы? Можно. Мы всех принимаем, мы всем рады. И обязательно примем свою семью такую огромную. Все диаспоры, которые у нас вот тут существуют, землячество, они вот входят вот как раз вот именно вот в этот формат ожерелья Арктики. Вот. И потом, опять же, я думаю, что никому не помешает вот этот апгрейд, вот эта вот модернизация себя, что ли, какое-то вот такое вот перевоплощение во что-то, да, вот именно вот в родное во что-то. Это никому не помешает. Это, наоборот, много плюсов от этого. Человек начинает реализовываться. То есть вот потенциал, он у многих и не реализован. И вот это вот, в общем-то, вот такая вот основная цель. Почему было выбрано такое интересное название ожерелья Арктики? Ну, я считаю, что у нас все народы, они вот как какие-то самоцветы. То есть вот у каждого есть своя отличная культура, какие-то свои вышивки. Ведь вот не только, допустим, украинцы носят вышиванки, а у нас же очень много других народностей, у которых есть шикарные, красивые какие-то вышитые костюмы. Это, я считаю, что разноцветие, вот этот фейерверк нарядов. Вот вспомните по фильмам, тоже вот недалеко ходить, допустим, взять 80-й год, когда у нас проходила летняя Олимпиада. Ведь у нас сколько народов было, ведь какое многообразие. Вот мне посчастливилось, я это видела. Поэтому мне так хочется вернуться вот именно вот в то время, когда у нас люди праздновали все праздники вместе, когда какой-то концерт не обходился без каких-то вот национальных песен, танцев. Они однообразны. А вот именно, чтобы вот все вот это вот звучало. И не обидно никому, ведь у нас же все-таки равноправие. Мы об этом все говорим. У нас должны говорить и петь, и читать на своем языке все, кто этого хочет. Другое дело, что если вот не хотят люди, это вот совсем другое дело, если они не хотят знать свой язык. А я считаю, что это, в общем-то, грустно. Это погибает, а это не должно погибнуть. Хорошее погибнуть не должно. Я считаю, что это должно жить, продолжать жить в наших детях, как вот мы получаем от родителей с кровью, с плотью вот это все. И оно есть, оно внутри нас. Просто вот это надо немножечко помочь, чтобы вот оно как-то вот как цветок открылось и засверкало, как самородок. Вот такая вот цель. На сегодня у нас в стране много межнациональных браков. Как вы считаете, как нужно воспитывать детей? Вот брать все самое лучшее от всего, что есть, от чего человек воспитывался, надо обреживать. Никто, ни одна семья не учит своих детей плохому. И вот это все из поколения в поколение идет. Ну вот в другой раз думаешь, ну откуда вот берутся такие-то, вот такие-то, вот такие-то, вот не такие какие-то люди. На самом деле они такие. Просто им вовремя, вовремя вот не приоткрылось что-то. Ведь вот нашу жизнь можно рассматривать в разной плоскости. И в такой, и в секой, как говорится, и вверх, и вниз, и вглубь. Вот надо смотреть вот эти пласты. Наша жизнь, она состоит из пластов. Вот все мы говорим по спиралям, по спиралям, все возвращается. А я считаю, что у нас и пласты имеют место быть. И вот эти пласты, их надо поднимать, их надо приоткрывать. И тогда вот откроются вот эти все изумруды и все остальное, вся вот эта красота. Раскрывать человека, как пласт, снимать вот это негатив, негативное. Светлана Михайловна, почему именно вам вот близка эта тема укрепления межэтнических связей? Ну, во-первых, я уже сказала в начале, что у меня, у самой в семье очень много разных национальностей. Получилось так, что много. Если посчитать, то вот только у меня семь каких-то корней разнообразных, и включая и финно-угорские, и славянские, всякие. Вот. И точно так же вот и мои дети, там тоже свои пласты, я их называю, и не худшие, а даже, я бы сказала, и лучшие. И, в общем-то, вот на этом все вот это вот и зиждется, я думаю. Вся семья. Когда смотришь, когда уважаешь, когда уважаешь традиции человека, с которым ты живешь, даже если у него другая конфессия. Я считаю, что вообще глупо вот на это опираться, когда мы все равны под небом. И та же луна, то же солнце, то же небо, то же вода. Конфессии придумали люди. Это все от эгоизма, я так думаю. То есть вот надо чем-то отделиться, чем-то выделиться друг перед другом. И вот эти конфессии, я считаю, что вот это, как бы, ну, может быть, это и неплохо. Но я вот, для меня этого барьера никогда вот с детства не существовало. Вот в таком разнообразии национальностей, что вы посоветуете родителям, которые воспитывают детей в межнациональных семьях? Прислушиваться друг к другу и брать вот самое лучшее, самое искрящиеся, самое такое достойное, тяжеловесное. А вот все легкое, пустое, вот надо все отбрасывать. И тогда рождается что-то, потому что ребеночек, он как раз та губка, в которую впитать можно все, что угодно. И надо быть очень осторожным. Ну вот, а как не запутаться в этом разнообразии? А тут все очень правильно. Тут мы всегда же знаем, что зло, что добро. Если нам добро, мы улыбаемся. Поэтому лучше улыбаться, лучше понимать, вот если я от этого чего-то улыбаюсь, значит, это добро. И потом вот я не могу не улыбаться. Я по жизни всегда улыбаюсь. И я очень люблю наш город, я люблю наших людей, я люблю нашу тундру, мою речку, печору. Я без этого не могу. И мне от этого даже, от сознания, то, что вот я иду по земле своих предков, мне уже хорошо. Я уже улыбаюсь людям, которые живут рядом со мной. Они мои люди. Мы живем в одном каком-то общем пространстве, в одном эгрегоре. И мы должны любить друг друга, я так думаю. Мы не можем враждовать. Это глупо. Надо дружить, надо любить друг друга, надо чувствовать друг друга и надо обязательно помочь друг другу. Вот тогда, когда будет вот эта помощь друг от друга, тогда и будет мир и дружба. А когда люди не находят вот этой отдачи, может быть, и ждать ее не надо, как некоторые считают. Но ведь хочется получить вот какой-то результат. То есть вот мы спешим всегда прожить жизнь так, чтобы получить какой-то результат. Ну а безрезультатно это разве жизнь? Вот для меня важно получить результат во всем. Вот в рождении детей, в воспитании их, в воспитании внуков, чтобы у соседей все было хорошо. Я очень переживаю, если у кого-то плохо. Ну вот как-то так меня воспитали. У меня был такой опыт. Я была среди добрых людей. И мне редко попадают люди плохие. Мне кажется, плохих вообще не должно быть. Это просто надуманное. Я думаю, что, может быть, у человека было что-то, какой-то период неважный. Ну сорвался человек. Но надо прощать. Надо прощать. Светлана Михайловна, какими способами нужно прививать любовь к разным национальностям, к разным народам? Вообще, духовность важная вещь. Духовность. И не важно, к какому, скажем, Богу ты молишься. Я, например, всем богам готова молиться. Лишь бы только все было хорошо у всех. И возвращаясь вот к вашей организации, как долго вы готовили ее открытие? Не так уж и долго мы готовили. Ну полгода где-то у нас ушло на оформление документов. А так-то, в общем-то, я давно уже вот в этом во всем. Я практически не уходила от этого. Это уже мое жизненное кредо. Я без этого никак не могу. То есть вот у нас это все идет совершенно естественным образом. Потому что мы так живем. Мы же не живем обособленно. Как раньше, допустим, в какие-то там стародавние времена, когда люди не знали самолетов, не знали. Каких-то там еще передвижений. И тем не менее люди двигались. Было громадное перемещение людей. А смешение кровей у нас никто не отменял. И нет гарантии, что в нас не течет там какая-то индийская, например, кровь где-то с каких-то времен. Это все доказуемо сейчас. В принципе, лабораторно можно доказать, кто ты. Потому что сейчас есть такая возможность узнать, кто же, что же в тебе, откуда ты такой. Мы же многие задаемся вопросом, что я есть. А вот я есть то, что я ем. То, чем я дышу. Что я вижу. Как я это все созерцаю. Как я это все понимаю. Как можно разрушить вот эти рамки между разными народами? Я думаю, что лучше этого не делать. Это может только война. Это может быть только апокалипсис. Нет, конечно, в мирном плане. Чтобы все вместе общались, какие-то общие традиции были. Разрушить что? Я не поняла вопроса. Разрушить рамки между народами, между людьми разных национальностей, чтобы не было неприязни, например. Что нужно делать? Общие мероприятия, какие-то общие концерты? Я же говорю, мир, мир, друг другу помощь духовную надо свою структуру воспитывать. Быть как-то более проникновеннее, что ли, к другому. Заглянуть в глаза, заглянуть в душу. Некоторые закрываются, но у нас есть еще чувства, которые не на поверхности. У нас есть такие чувства, когда мы чувствуем все равно, что человеку что-то не так. Не надо вмешиваться, если не просят. Вот это самое главное. Вот конкретно про вашу организацию. Какие у вас ближайшие планы? Планы сейчас мы готовимся к выступлениям, всевозможным концертам, к поездкам. Вот четыре деревни у нас запланированы впереди. С дагестанским землячеством у меня тоже четыре выездных концерта. Вот недалеко, сегодня утром я узнала, что ожерелье Арктики выиграло грант. То есть мы уже теперь можем вполне готовиться к этим концертам. У нас есть программа уже практически готовая. Единственное, что у нас еще пока нет, это костюмов нужных для этого выступления. Не у всех они есть. Ну а люди есть, которые могли бы на разных своих наречиях, языках что-то говорить, что-то петь. И танцы будут. У нас все будет. У нас очень интересно. Следите за нами. Я поздравляю вас с грантом. Скажите, вот вы планируете в работу включать населенные пункты у округа? Конечно. Мы вот планируем с дагестанским землячеством у нас искатели, в городе концерт, в Оксино и в Великовисочном. Обязательно мы едем. Это будет в середине сентября. Ну а далее, поскольку я уже сказала, что выиграли мы грант по ожерелью Арктики, значит, мы будем готовиться еще на четыре деревни. Это будет Лабожская, тоже будет ВИСКО, но там совсем другая программа, поэтому можно будет съездить туда, в эту ВИСКО. Будет Коткино и будет Каменка. В каком формате будут эти мероприятия проходить? Это будет интересный такой формат, то есть мы будем собирать коллектив, все, в общем-то, работающие практически. Но я думаю, что мы сможем договориться и слетать в Коткино, показать культуру армян, азербайджанцев, дагестанцев, лесгинов будет у нас. Конечно же, Украина, Белоруссия, Молдова, Чувашия. Посмотрим, что еще будет. Татары, башкиры непременно. То есть у нас такой вот будет интересный концерт. Надеюсь, костюмированный весь. И будет очень здорово. Так много разных национальностей. Да, национальностей у нас гораздо больше. Я вот знаю и Мордву, я знаю, что есть и Удмурты, но их очень мало. Я вот хочу вот как раз и сказать о том, что вот приходите, люди, мы вас ждем всех, неважно, кто вы, откуда. Если вот даже брать тот же Дагестан, там 36 всяких разных национальностей проживает в одном маленьком Дагестане. Поэтому и у них у каждого свой язык, своя культура, они прекрасно понимают друг друга. А мы-то все говорим на русском языке. И мы можем показать свою культуру. И будет, конечно же, и Коми. Все будет. Вот с какими трудностями вы сталкиваетесь в укреплении связей? Ну, больших трудностей я не вижу. У нас нет вот таких трудностей в укреплении связей. Единственное, что у нас трудность такая, вот не хватает финансов для каких-то более обширных мероприятий, каких-то более частых, потому что все упирается в финансы. А так, в принципе, желание есть, люди есть. Ну, я надеюсь, что не последний грант. Украина немножечко с Белоруссией у меня вот тут вот попали получилось. Но я надеюсь, что не обидятся люди. Их тут очень много. Вот тут проживает очень много людей уже по нескольку десятилетий. И как бы уже и семьи, и дети выращены тут свои, и внуки подрастают. Ну, вот их культура, она немножечко, скажем так, в тени. Вот я почему и решила делать, открывать вот это НКО, вот именно украинско-белорусскую диаспору, чтобы вот люди знали, что о них помним, что им хотим помочь, что хотим их культуру сочную, яркую, красивую. Просто не представляю, как без неё было бы вот у нас вообще, у славян я имею в виду, что не было бы вот, допустим, этой культуры. Она великолепна. Или молдавская. Да все культуры. Я люблю всё. Я пою на нескольких языках. Я вот, мы тут посчитали с тётей, 15-17 языков я спокойно одолеваю. Поэтому нормально всё. Это уже давно у меня идёт. У меня концертные программы проходили в Сыктывкаре, по Коми и за пределами очень много выездных было концертов, всяких мероприятий. Поэтому друзей у меня по всему миру очень много. Музыкантов, певцов. Я с ними стараюсь почти со всеми, с кем вот оставлены у меня контакты, я с ними поддерживаю контакты. То есть вариант такой, что можно было бы и выйти дальше. Они ждут, они рады. Потом по ожерелью Арктики ещё хотелось бы добавить. Ведь не только у нас там, скажем, в ожерелье Арктики, мы только будем заниматься именно межнациональными какими-то вещами. Кроме этого, у нас ещё в планах разные встречи с разными интересными людьми, неважно какой национальности, конечно же. Наши литераторы, как вот без них? Я их всех люблю. Я тоже член лит-объединения нашего Заполярья. Поэтому мы там будем встречаться непременно. У меня запланированы всякие разные встречи с ними, с каждым, отдельности, и, может быть, даже вместе. То есть чтобы они вот... Мне хотелось, чтобы они показали людям прямо вот... Сами почитали свои какие-то, скажем, произведения. То есть вот когда я читаю, например, чьё-то произведение, это я вот своим голосом читаю. А мне вот интересно, или там кому-то ещё будет интересно, наверное, когда сам автор читает своё произведение, как он дышит, как он это пишет. Вот это всё очень интересно. У нас уже проходили такие мероприятия, у нас были. Ну и, конечно же, мне интересно всегда, когда приходят интересные вообще люди, музыканты или там вообще интересные люди. У нас их много. А молодое поколение? Обязательно. У нас вот, например, люди приходят с детьми, да, иногда ведут своих детей, и мы им тоже даём какую-то информацию довольно-таки интересную. Ну, смотря какие детки. У нас же люди разные приходят. Молодые, старые, с внуками, с детишками. Ну, по-разному. Просто я не могу всё сразу вам тут в одном формате рассказать. У нас очень много интересных вещей. Мы ещё, конечно же, планировали озеленять какие-то вот места. Вот, например, там, где мы находимся, наш офис, у нас недалеко парк. Наш парк. И вот мне так хочется там, чтобы побольше было зелени, чтобы вот я со своими внуками и внучками там гуляла, чтобы они там качели имели, чтобы они там могли поиграть. Вот сейчас у нас там хорошо становится. У нас там здорово вообще я сейчас замялась. Почему? Потому что подбираю слова. Я в восторге. У нас сейчас там можно заниматься практически спортом вовсю. У нас там сейчас такие стоят, назовём так, тренажёры, вкопанные в землю. Поэтому там просто прелесть. Вот мало того, что дорожки хорошие, у нас ещё вот можно, например, там, брусья есть такие интересные. Ну, много всего. Вы не были, вот приходите, посмотрите. У нас открытие было, я опоздала немножко, тут была занята. А так вообще очень здорово. То есть вот мне хочется, чтобы вот парк вот работал в полную катушку, скажем так, чтобы вот там вот были качели, там какие-то беседка, может быть, даже фонтан когда-нибудь. Ну, это мечты, но ведь не грешно мечтать. Я думаю, что, может быть, когда-нибудь это получится. Мне кажется, что мы должны оставить доброе после себя. Мы должны оставить что-то. Допустим, ту же Альпийскую горку, чтобы люди ходили, любовались. Там приходят старушки, там приходят дети, там ходят мамочки с колясками. Пусть дети наши растут в красоте. Пусть они это видят. Не надо прятать. Я думаю, что надо открыть, наоборот, для людей возможность любоваться, созерцать. Я вообще очень много могла бы сказать. К слову о красоте, Светлана Михайловна, у вас сегодня такой необычный национальный наряд. Очень хорошо выглядите. Скажите, у вас сейчас в моду возвращается этнический стиль. Всегда было. Всегда это было модно. Как вы относитесь к такой тенденции? Я очень хорошо отношусь. Я вообще люблю. Я много чего делаю сама руками, и бисерами вышиваю. И очень много разных разностей. Поэтому я вот предпочитаю носить вот что-то такое аутентичное. Чтобы оно было настоящее. Чтобы вот это... Оно приятно, оно радует глаз. И самой приятно, когда сделаешь руками и оденешь. Приятно. Я люблю, когда люди разнообразно одеты. Когда они одеты ярко. Потому что каждый человек индивидуален. Я думаю, что ничего такого зазорного в этом нет, если у человека есть такой какой-то определенный вкус. Но не все время же в каком-то платье ходить. Там от Коко Шанель, например. Или там от Валентина. Я думаю, что вот те народные промыслы, которые у нас вообще имеются, это просто замечательно. Я все люблю. Я люблю и комикультуру. Я в ней выросла. Это мое, родное. И я люблю наши наряды. И люблю усилемские наши наряды. Я все это люблю. И умею это делать. И мне это нравится. Я люблю... Я такая наряжуха. Я люблю во все вот это наряжаться. Как-то продолжаете эту работу с внуками, с детьми? Конечно, да. У меня вся моя одежда вот так вот сделана. Я что-то вяжу, что-то вышиваю, что-то шью. И я люблю вот так одеться. Светлана Михайловна, спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Долгих лет жизни вашей организации. Всего доброго. Спасибо. Я напомню, сегодня в гостях программы «Актуальное интервью» была руководитель региональной общественной организации «Содействие и укрепление межэтнических связей. Ожерелье Арктики» Светлана Миронова. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»